Всем привет! Приехала уже за Сонькой. Выехала сегодня пораньше. Думаю, зайду в Глорию джинсы, посмотрю. У нас сегодня, кстати, было, знаете, сколько? 0 градуса. Представьте, какая холодина. В общем, я поняла, что у Соньки таких нету прям теплых-теплых штанишек. Я надела ей там полготочки, в общем, такое. Думаю, зайду-ка я, посмотрю ей какие-то теплые вещи. Заехала я, короче, в Глорию, а вещей теплых вообще нет. Есть какие-то, знаете, для деток, для маленьких, которые вот на возраст Соньки на 2 года, только для подгузников, знаете, такие вот штаны. А на Соньку ничего нет. В общем, короче, я ходила, смотрела, смотрела, закупила Димчику носки, потому что, ну, как бы выйти, ничего не купить. Вообще, то есть, ни платья теплых нету, ни кофточек, в общем, что-то какое-то, я не знаю. То ли все разобрали, то ли еще не было завоза, не знаю. Видела на себя худи. Я люблю худи, я люблю спортивные кости. Ну, мне удобно, да, за рулем. Я сейчас поняла, что не вся обувь мне подходит. Некоторые обуви я просто не чувствую. Педали, как оказалось. В общем, худи в Глории джинс 3000. Это вообще какой-то космос. У нас продаются интернет-магазины. Очень много на измеченок рекламируют наших крымских Севастополей. Теплые костюмы. Флисовый верх-низ за 3500. Можно теплые купить. Вот флисовый костюм купил, там жилетку взял, и все, ты на всю зиму можешь гонять. И вообще красота, вот за рулем вообще жилетку сняла в костюме. Вот я сейчас переехала, у нас 13 градусов, но я без жилетки, просто вот в теплом таком свитерке. То есть мне удобно, я выскочила, я Соню забрала, тут 2 минуты идти, и все. Ну, Глория джинсы худи за 3000, мне кажется, это уже перебор. И зашла просто, ну, по продуктам мне ничего не надо было. Я такой, знаете, купила, у меня закончилась фольга, закончилась бумага для выпечки. И, короче, я смотрела, вы знаете, какую я бумагу не возьму, фрекенбок, что там у нас, какие-то мелочи какие-то, как так называются. В общем, все абсолютно прилипает. В общем, я взяла фольгу, взяла пакеты для завтрака, и взяла какой-то новый пергамент, силиконизированный в листах. Тут, в общем, 15 штук, 38 на 42, я так понимаю, это идет прямо на противень, наверное, вот такой вот. Вот фирма Гурманов. Не знаю, видели вы такое, не видели. В общем, я надеюсь, что прилипать не будет. И еще вчера увидела в метро, показывали девчонки, тоже наши крымские. В общем, в метро можно купить хлеб и круассаны замороженные, потом просто в духовке размораживаешь и все. В общем, я теперь, я прошлась у нас в магазине, в яблоке ничего нет. В общем, я теперь хочу поехать в метро купить там. В общем, и пакеты для завтрака купила, сейчас вам покажу. В общем, вот такие вот 25 на 32 побольше я взяла, и взяла вот такие вот маленькие. Не знаю, первый раз такие беру, я надеюсь, они будут нормально, потому что те, которые я брала до этого, они все время рвутся. В общем, видите, они так вот удобно, они такие маленькие, так вот скрученные, то есть мне это много не занимает. В общем, короче, все это. Молоко купила, хлеб, в общем, такая, по мелочам нечего даже показывать. Единственное, что, знаете, надо было мне взять куриную грудку. У меня есть замороженое, надо было свежую взять. Пакет Глори. Тут носочки, Димочка, взяла. Этот, надо было взять куриную грудку, сделать блины с мясом. Что-то прям так хочется. Вот такие, я взяла, короче, ему длинненькие носочки. То, что у нас носки, штаны и футбол, он все носит по одному разу. Один раз одел в стирку, один раз одел в стирку. 249 рублей, плюс скидка где-то 220, что ли, рублей вышли. Так, ладно, все, пошла я. Короче, ничего вообще нету, не знаю, в общем, я как-то недовольна. Завтра, наверное, поеду в Айкики, там посмотрю. Кого забрала? Я. Тебя? Тебе понравилось? Да. Холодно, да, у нас? Да, гуляли так долго, не кушали так хорошо. Все, поехали домой? Да. Поехали домой. Ну что, мы дома. Сонечка перенесла, она спит. Очень теперь неудобно раздевать, потому что куртка, кофта. В общем, короче, я ее в машине снимаю куртку и переношу ее уже просто. Вот она была сегодня в спортивном костюме. Как это, знаете, вот я ее одела, потому что холодно. Ну реально 0 градусов, я не знаю, как одевать. Так, ладно, я, короче, поставила компот. Варю компот. Там вот у меня варятся перепелочки, будет у нас супчик. Почему я не сделала это раньше, я не знаю, надо было бульон уже сварить. И компот надо было сварить, сейчас он будет горячий. Так, ну ладно. Я тут себе сделала опять перекус. У меня кофе, лаваш, мясо и капуста. Ну, мне так нравится. Я, знаете, я наедаюсь, мне прям хватает. И винегрет, мне нужно его сейчас пересыпать. Я бы есть не буду. В общем, сейчас хочу какой-то сериал посмотреть и буду кушать. Посмотрите на окна, вот называется «Прошел дождь». Я, если честно, уже устала их мыть. И вот скажите, мыть или не мыть их, а? Вот и так на всех окнах абсолютно вот такая вот сразу пленка такой какой-то покрывается. Вот вроде бы только-только мыло. Видите, дождь прошел, и все, пыль или что это, я вообще не понимаю. Мне кажется, вот в квартире такого вот не было. Хоть мы жили на первом этаже, и муки попросыпались там. Вот видите? Ай, какое солнышко. У нас потеплело. У нас 12 градусов. И такое солнышко прям хорошо. Отопление вообще нету смысла, мне кажется, сейчас включать. Потому что если только включить хоть на чуть-чуть теплый пол, то будет прям очень жарко. Так, я компотик перелила. Нашла вот такой вот кувшин. И перелила, пусть стоит. Солнышка здесь уже нету, чтобы был не холодный. Потому что я, бывает, поставлю, я половину ставлю в холодильник, половину вставляю на столе. Потому что Сонька пьет постоянно, чтобы не был холодным. Забрала я Фаберлик еще вчера и до сих пор не разобрала. Сейчас я вам покажу, что мне пришло. В общем, сейчас я вам, наверное, разложу и покажу все. Вот такой у меня небольшой заказ. Вы меня просили как-то сделать видео о любимчиках. У меня, в принципе, ну, в основном все мне нравится. Я заказываю, видите, вот все время одно и то же, одно и то же. Сейчас я вам быстренько покажу. Смотрите, какой каталог. Мне, я вот себе сделала заметочку. Смотрите, какие-то новые блески. Жидкая матовая помада. Гляньте, сколько цветов. В общем, в Фаберлике сейчас и я смотрю здесь вещи. Столько много вещей. Какие-то спортивные костюмы, худи. Гляньте, почему куча всего. Так, ладно, покажу, что я взяла, как обычно, порошок. Не изменяю, не покупаю никакой другой. Вот прям мне очень нравится. Для цветных сразу беру, взяла два геля для стирки черных, потому что улетают просто очень быстро. И отслеживать обязательно акции. По акциям очень выгодно брать. Вот такой вот отбеливатель. Я вам уже рассказывала, что полотенце с ним стираю. Но только я добавляю, знаете, не как тут написано, там ложка. Добавляю там 2-3 ложки. Ну, так что вот полотенце отбеливает очень хорошо, с учетом нашей воды. Так, дальше. Я взяла вот такую вот. Хочу попробовать тушь. Моя уже от Vivienne Sabo уже практически закончилась, поэтому взяла новую. Вот такая вот помада. Я вам показывала в прошлом видео, как она на мне смотрится. Сейчас я вам покажу еще раз. Вот такая вот артикул у нас здесь 4698. Мне она понравилась. Она достаточно стойкая. Такой вот цвет. Для меня показался он, знаете, такой ярковатый, но в принципе нормально, мне кажется. Многие написали, что мне идет. Непривычно, но идет. Так, дальше. Вот такую вот я взяла умывалку. Я уже пользовалась ей где-то 2 года назад, наверное, да. Хорошо она очищает, мне нравится, поэтому взяла. У меня та уже практически закончилась, поэтому взяла заново. У меня очень сильно болят ноги. И почитала отзывы, взяла себе бальзам для усталых ног. Я не знаю, насколько он хороший, нет. Но вот попробую вечером. Тут он такой небольшой. Вечером мазать, может, действительно станет легче ногам. Так, вот такое вот, повторяю, молочко питательное для тела. У меня точно такое же есть, оно практически закончилось. Поэтому взяла опять. Быстро впитывается. Я вам уже рассказывала, запах великолепный. Ну, Сонька тоже его, кстати, очень любит. И взяла вот такой вот мусс. Мне написали, что я в прошлый раз тоже брала от Фаберлика. Но мне сказали, что попробуй вот мусс. Я брала для объема, но он не понравился мне. И написали, попробуй мусс, он лучше. В общем, беру, пробую. Может, действительно, он будет хороший. Буду голову мыть, попробую. Так, взяла освежитель воздуха. Вот такие вот водные спреи. Очень такой вот аромат приятный. В общем, я уже брала, поэтому повторяю. Папе нашему взяла вот такой вот гель для душа попробовать новый. Не знаю, понравится ему, не понравится. До этого брала такой черный, ему понравился. И взяла вот такой вот кондиционер для окрашенных волос. Тоже попробую, ни разу не пробовала. Вот, так что что-то повторяю, что-то пробую. Такой вот небольшой заказик. Вот, девочки, мне когда пишут, ты неправильно патчи наносишь. Посмотрите, вот я прям вот так вот можете себе заскринить, на стол поставить, как правильно применять патчи. Вот, поэтому видите, как я делаю? Да. Мы дома уже забрали Димчика, он сразу рисовать сел. Рисует. Вот, а я буду сейчас по-быстрому сделаю нам на ужин супчик. Ну, кстати, знаете, мы в будни очень редко едим суп, но у меня бульон сварился, думаю, сейчас я сделаю супчик. Будем кушать. Да, Дим? Ты когда пишешь, ручку не клади сюда вот пальчиками, чтобы не размазать. Мой сладкий. Спрашивали мышка. Вот она мышка наша. Мишель, все на месте. Так, бульончик у меня. Картошку я закинула, не буду делать зажарку, потому что он такой насыщенный. Я вообще сделаю, знаете, на 2 литра. У меня морковка есть замороженная, я просто кину. Мой сладкий. Привет. Там нельзя лазить, аккуратно. Вылазь оттуда. У нас Димка был маленький, он так любил вот так вот лазить. Да, вот он на кухне лазил все время. Ой, да, Соня, покажи, что там у мамы. Это ужас. Видите, какое? Вот запихивай вот так вот. Пакеты, да, нужно навести порядок тут? Мамя, не перейдите. Угу. Ну, какой жиденький супчик получился, без зажарки, просто вкинула морковку и все. Такой достаточно наваристый. В общем, сейчас пусть остывает, будем кушать. Детям сразу наливай, чтобы был такой холодный. Ну, он остывал, потому что очень горячий. Называй цифру и моклу. Да, да, да. Допустим, Д. Вот здесь. В, вот В, один. В, один, да, вот и стрелял. В, один, мимо. Ты отмечай себе, что ты стрелял. Мимо, точечку. Просто точку. Все, мимо. Я себе тоже отмечу, что ты стрелял, да, я стреляю. Д, шесть. Смотри, Д, шесть. Мимо, кричи. Ну, нет, нормально, говори. Даши мимо. Я тоже себе отмечу. А дальше ты стреляешь. Дальше, ну тогда... Сюда смотри. Дашь. А, десять. Мимо. Только здесь игра тоже на честность. Ты же смотришь, а десять, мимо. Ты нажимаешь приставку? Не надо. Выключила? Молодец. А то Димка сейчас ругаться будет. Да, ты чем там занимаешься? Давай, телевизора подальше, Соня. Доставай карточки. Е-е-е-ри. Вот уж эта приставка покоя не дает, да, Соня? За шесть. Еще годик будете играть с Димчиком. Я тут мою детскую обувь. Детскую обувь мою каждый день, не обязательно вечером, потому что они обываются и потом топчутся. В общем, я не люблю это. Наши обувь не всегда. Смотрите, новые кроссовки. Сонька и постирала. Пока еще в кроссовках ходят, но уже, наверное, нужно покупать ботиночки. Нету ни у Сони, ни у Димы. Дима вырос очень сильно. Все, сейчас это помою. Эти раковину надо будет помыть. И ванную. Ну, ванную сейчас Мишелю погуляю. И надо будет тоже... Сегодня, короче, все вымою, чтобы завтра быть свободной. Так, ну что, ванна у меня чистая. Я помыла ванну. Уже не стала натирать ничего, потому что сейчас будем купаться. Слушайте, как я довольна этими полочками. Я прям вообще в восторге. Так, вот этот вот коврик. Мы обязательно его стерим, потому что ванна хоть и там вот ребристая, видно, да? Но дети скользят. Поэтому всегда этот коврик я его стираю в машинке где-то на 30 градусах. На быструю самую ставлю стирку. Можно прям с этим вот ковриком кидать на 30 градусах. И он освежается, и эта штука чистая. Я вам забыла показать же в покупках фаберлик. Я просто уже начала пользоваться. Это вот такой вот... Как это называется? Скраб. Он по виду прям похож, как будто это малина с сахаром. Но единственное, невероятный просто запах пахнет. Вот прям, знаете, вот если ребенок, мне кажется, увидит, он его просто съест. Вот, посмотрите, как он выглядит. Такое ощущение, что реально малина вот с сахаром. Невероятный аромат. Хорошо скрабирует. Так, знаете, нежно. Но единственный минус. Это маленькая баночка. Супер маленькая. Я не знаю, сколько здесь грамм. А, 120 грамм. Представляете? Просто нереально маленькая. Но вот, знаете, мне кажется, такие вот... Такой скраб вот хорошо будет на подарок. Потому что, ну, реально оценят. Я только пришла с улицы. Я так замерзла. Открываешь дверь, выходишь на улицу. И такое ощущение, как будто на улице мороз. У нас прям Новый год. Это реально. Я сейчас буду делать уход. Я сейчас буду смывать косметику и делать масочку. Так как я буду ходить, поэтому я буду делать обычную маску. Не тканевую. Но нужно, конечно, было бы... Идеально было бы полежать тканевая. Может быть, уже завтра приеду домой. И сделаю себе тканевую маску. Полежу, напитаю кожу. И хочу сходить к косметологу. Но моя девочка, к которой я ходила всегда, она мне всегда делала чистки. Но, знаете, после чистки, когда выходишь, лицо красное какое-то, там, надавленное. Все. Она всегда делала настолько все аккуратно, что вот реально даже не видно, что там что-то у тебя, какой-то ужас на лице. Но хочу сейчас попробовать к косметологу к новому сходить. Не знаю, стоит или не стоит экспериментировать. Или лучше идти вот к своему проверенному. Просто туда неудобно добираться. И не очень удобно по времени. Времени у меня мало. Так, ладно. Ну, хочу сейчас умыться. Хочу прямо ради эксперимента попробовать вот эту вот новую умывалку от Фаберли. Точнее, она не новая. Я ее уже пользовалась. Не буду снимать ничего. Мицеллярка. У меня стрелочки нарисованы. Брови это мои ненарисованные. Вот. И у меня немножко, ну, тон есть. В общем, я хочу попробовать вот этой вот умывалкой. Смоет она или не смоет. Ты пришла масочку делать? Маме. Ты маску будешь делать? Ты же пришла зубки чистить. На. Ты красотка моя. Сейчас будем делать. Сейчас мама умоется. Будем делать, ладно? На, пока зубки чисти. Аккуратно, не спеши. Ай-яй-яй-ням. Конечно, ням. Так, ну что я вам хочу сказать. Не смыла эта умывалка стрелочки. Поэтому пришлось использовать мицеллярку. Все, я сейчас наношу масочку, пока хожу. И можно будет идти в душ смывать. Заканчивается у меня уже практически маска. Девочки, посоветуйте мне какие-нибудь хорошие масочки. Такие, может быть, не тканевые. Тканевые, конечно, как по мне, так работают просто идеально. Но не всегда есть возможность. Лучше, конечно, с ними лежать. Но не всегда есть возможность лежать. Поэтому вот такие маски прям здорово выручают. Увлажняющие. И, кстати, я хотела спросить. Вам дали уже отопление? Напишите, пожалуйста. Похолодало, мне кажется, везде. Но дали ли вам отопление или нет? Потому что у нас, вроде бы, пока отопления нет. Я говорю, в садике холодно, не холодно. Говорят, что уже прохладно. И, да, отопление вроде бы дадут только со следующей недели. В общем, мне интересно, как у вас с погодой. Пришла ли к вам осень? Все. Я, в общем, хожу с масочкой. Так что, девочки, кто меня смотрит, если вы смотрите утром, тоже давайте масочку. Либо там скраби какой-то. Либо патчи. Не забывайте ухаживать за собой. Увидимся с вами скоро на такой вот ноте. Всем пока-пока.